Во дворе дома по улице Пушкина в Ленинском районе города техника работает с самого утра. Здесь небольшой погрузчик быстро счищает снег с проезда и парковочных мест. А дворники лопатами помогают там, где не проедет техника. Подобную картину можно было увидеть и по другим адресам. Всего к полудню более 90% входных групп были очищены. Проезды и тротуары были освобождены от снега на 75%. Все работы контролируют специалисты районной администрации. Управляющие компании ТСЖ обязаны выходить начиная с 5 утра на расчистку своих территорий, Контроль мы проводим совместно с представителем МП ГАТИ. И к нам еще подключаются назорные органы. Это представители прокуратуры. В ходе проверок мы фиксируем во дворах, как идутся работы. Продолжать проверки управляющих компаний и муниципальных служб благоустройства такую задачу поставила глава Самары Елена Лапушкина на рабочем совещании с главами внутригородских районов и профильных департаментов. Она отметила, что координация всех работ и компаний, которые выполняют их, это зона ответственности районных администраций. Давайте напомним нашим управляющим компаниям, что во время снегопада, во время таких ситуаций, выход на работу, конечно, до момента, когда все наши жители сами будут идти на работу. В 5-6 часов. Ну и, соответственно, сделать график дежурства своих специалистов, чтобы проверять выход управляющих компаний. Если к работе управляющих организаций есть нарекания, то нужно выносить предписания. В случае явных нарушений привлекать к административной ответственности. Жалобы от жителей идут и жалобы обоснованы. Поэтому, что я вас прошу. Все равно вы проверяете управляющие компании, вы проверяете работы МБУ своих. Поставьте себя в приоритет и объехать все объекты социальной сферы и проверить подходы, подъезды, тротуары и так далее. Если есть замечания, вот в зоне ответственности с теми людьми и проговаривают. Ответственность управляющие компании все равно должны нести. Также глава города отметила, что необходимо увеличить количество техники на улицах и во дворах. Привлекать дополнительные машины будут совместно с предприятиями города, чтобы в период обильного снегопада охватывать как можно больше территорий для уборки. Основная задача, которая сейчас стоит перед ответственными за уборку службами, мобилизация всех сил и ресурсов. Особое внимание необходимо уделить расчистке от снега и обработки противогололедными материалами дорог и тротуаров, остановочных павильонов, пешеходных переходов, лестничных сходов, подъездов и подходов к соцучреждениям, входных групп подъездов, многоквартирных домов, придомовых территорий. Всего за последние сутки на территории города трудились более 475 машин спецтехники и более 3,5 тысяч дворников. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Продолжение следует... Продолжение следует...